МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Терентьев съездил на север и попробовал разобраться, вернет ли Мурманск звание рыбной столицы России. Тихая губа Баренцева моря. В этих широтах за полярным кругом разместился первый в России пилотный проект рыбной фермы. Выбирали место тщательно, искали тихую бухту с постоянным течением, чтобы здесь поставить садки для выращивания красной рыбы. Аквакультурные садки – это сложная система. Круглые поплавки диаметром 20 метров держат под водой сеть. Она похожа на большой садчок, который книзу принимает форму конуса. Крепится вся эта конструкция якорем ко дну. В такой подводной клетке могут жить до 150 тысяч особей. Проект аквакультуры целиком норвежский. Все оборудование, корма, мальков закупают у соседей. Мальки, кстати, поначалу тоже попали в санкционный список, но потом в правительстве пошли на уступки рыбоводам. Сейчас процесс полностью отлажен. За рыбной фермой наблюдают из центра управления. Название водоема, количество рыбы, средний вес, биомасса, из какого силоса кормится данная рыба. То есть система сама, я так понимаю, все считает? Система рассчитывает все сама, вручную вбиваются изначальные данные, а потом уже корректировки тоже вносит рыбовод, естественно. Не выходя отсюда, рыбоводы еще и кормят своих подопечных. Запускают на компьютере программу и автомат по трубам подает корма в садки. Вот так садок выглядит под водой. Косяк рыбы постоянно плавает по кругу. Без движения семга просто не выживет. Камеры следят за больными осмами и кормежкой, а вот умная автоматика над водой, за приближением хищников. Вот такая синяя коробка отпугивает тюленей. Мы закупили специальное оборудование, которое излучает сигналы при приближении теплокровного на определенное расстояние. Антитюленевое оборудование издает сигнал, сигнал отпугивающий, сигнал тревоги, который схватывает тюлень и отплывает обратно. По такой системе аквакультуры можно выращивать не только семгу, но и морепродукты. В общем, все то, в чем нуждается российский рынок. Проблема в одном инвестиции в проект с нуля составит миллионы евро. Отдача в лучшем случае года через три. Так что пока проще искать обходные пути. Что касается каких-то экзотических, таких как Сибас, Дорада, эта рыба вся в большей части аквакультурная и поставляется нам из других стран. Но причем есть возможность поставлять ее из тех стран, которые не попали в санкционный список. Это может быть и Турция, это может быть и Африканское побережье, где в том числе, кстати, и российские суда ведут промысел. На улице плюс пять, в море того холоднее, поэтому без шапки просто невозможно. Наша локация – это село Тереберка, самый север Кольского полуострова. Сложно представить, но это почти заброшенное поселение, главный рыбный порт страны. Вон там, за мысом, начинается Баренцево море. Именно отсюда ходят корабли добывать дикую российскую рыбу. Эти суда называются МРТ. Впрочем, ничего общего с медициной. Это малый рыбный траулер. Промышляют на таком лишь прибрежной зоне. Прибрежная зона, по законодательству определяется, это 12 миль от берега. Но так как треска и пикша, она имеет способность передвигаться, нам разрешили осваивать треску и пикшу и за 12 миль. Баренцево море богато рыбы. В нем добывают треску, пикшу, сельдь, морского окуня, зубатку, камбулу и палтуса. Все эти виды аборигенные. А вот 40 лет назад здесь появился камчатский краб. Его завезли ради эксперимента, а он взял и прижился. Теперь его ареал обитания – южная часть Баренцево моря. Условия оказались настолько комфортными, что камчатский краб теперь есть и в соседнем Норвежском море. Впрочем, сегодня цель треска. Хороший улов, говорят рыбаки, зависит от многих факторов – температуры моря, течения, глубины и даже лунной фазы. Но с опытом появляется шестое чувство. И все эти показатели уже не столь актуальны. Ну, мы в основном попадаем, скажем так, на шару стаи, грубо говоря. То есть вышли, поставили ярус. Ну, поставили, как нам удобно, по волне. По волне или там на волну. Ну, попалось, что попалось, что попалось, скажем так. Точка вылова определена. Рыбаки кидают якорь, а вслед за ним ярус. Это длинный трос с десятком крючков и наживок. Он опускается на самое дно, а дальше остается только ждать. Рыба сама клюнет. Конечно, экологически и биологически метлова – это действительно пассивное орудие лова. Почему? Потому что трава, извините за выражение, он тащится по дну, он нарушает экологию, понимаете, там. И причем рыба в траве, она, ну, как бы, она не такого качества, как выловленная, допустим, на крючок. Три часа спустя время поднять ярус. И вот он у лов трески подается разный от килограмма до таких размеров, что в руках сложно удержать. Впрочем, на крючок рьет не только рыба. Слегайтесь! Это и есть тот самый камчатский краб. Но на этом судне он нелегал. Их вылов строго квотирован, а все объемы распределены по компаниям аж на пять лет вперед. Поэтому случайных крабов частные рыбаки отправляют за борт. Иначе штраф. Аукционы по этому виду прошли в 2004 году. Тогда же он был введен в промысел. У нас долевой принцип по таким объектам. И пользователей ограниченное количество. А желающих ловить дорогостоящий объект, как всегда, много. Всю рыбу, что добыли, разделывают прямо на судне. Потом ее доставят на завод по переработке, а уже там сделают филе, заморозят и отправят по городам европейской части России. Раньше эта рыба шла и на экспорт, и на внутренний рынок. Теперь рынок замкнулся. Чтобы обеспечивать российского потребителя, весь улов остается в стране. Ежегодно только в Мурманске добывают до одного миллиона тонн рыбы в совокупности. Вот мы берем, допустим, по 20 килограмм на человека. Вот то, что санитарная норма. И то, что у нас получается сейчас по стране в среднем. Но где-то мы можем прокормить этой рыбой примерно 30 миллионов человек. Впрочем, это не все, добавляет глава Союза рыбопромышленников. Кроме Баренцева моря, есть еще и Балтийское, Черное, Белый, плюс к этому Дальний Восток. И там объемы ничуть не меньше. Если подсчитать, то вся Россия может питаться рыбой каждый день полтора года. Впрочем, сейчас рыбаки переживают не за объемы добычи, а скорее за цену. То есть, если цена на рыбу за десяток лет увеличилась на 50%, то цена на топливо в 4,5-5 раз. То есть, составляющая топлива как минимум 40%. На Мурманском рыбном рынке без очередей. А вот ассортимент в изобилии. Рыба свежая, замороженная, хлопленая, копченая, вяленая. В общем, на любой вкус. Продавщица тетя Оля утрелавку уже лет 10. О гастрономических пристрастиях говорит так. Красную рыбу брали всегда, но мизер. Поэтому и шумиха вокруг запретов ей не очень понятна. Ну, в основном берут, конечно, это самое, йодж очень хорошо берут. Ребята, особенно, когда в футбол ходить идет. Ну, где селедочка нравится, она все очень вкусная. Скумбрия очень хорошая, повесная, копченая. В целом, работники рыбной торговли не унывают. Перебоев с продукцией нет. Покупатель идет. Одно плохо цены, почти как в Москве. Впрочем, тут же шутят. Оно и понятно, ведь Мурманск тоже столица России. Правда, рыбная. Михаил Терентьев, Александр Александров, Никита Кулаков и Тимур Хабатулин. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова